В Костанае старейшая жительница страны не получает даже минимальную пенсию. Женщина, пережившая две мировые войны и отметившая недавно 113-летие, не может доказать трудовой стаж. Какие справки требуют чиновники и почему бумаги важнее был их заслуг, выясняла Нина Шапо. Несколько недель назад Марпуга Селтиткенова отметила свой 113-й день рождения. С тех пор в ее доме не закрываются двери. Многочисленные родные спешат поздравить долгожительницу. Марпуга Ажи воспитала 12 детей. Сейчас у нее около 30 внуков, правнуков и даже проправнуков. Женщина уже почти не разговаривает, но передвигается по дому самостоятельно и читает Коран. Меня лично связывает издавна дружба с моей мамой. Они общались в 30-е годы того века, того тысячелетия. Их связывало, может быть, трудности, лихолетие, голод, разруха. Но, тем не менее, они очень были настоящими, человечными. Родилась Марпуга Селтиткенова в Уфе в далеком 1902 году. Ребенком начала работать на тракторном заводе в Челябинске. На Первую мировую войну навсегда проводила отца. Во время Второй Великой Отечественной трудилась на ферме. Дояркая вечерами рыбачила. Вот только ни фронтовой тяжелый труд, ни мирный так и не оценили власти. Когда уже пришло время обращаться на пенсию, обратились, что документов нету, так в архив. В архиве нам дали, что за эти годы не сохранились ввиду пожара. Вот такую справку дали. Потом, значит, мы ходили-ходили и говорили, как теперь можно пенсию оформить. Они сказали трех людей привезти, которые вместе с ней работали. Но какие люди вместе с ней, уже никого не было. Документы, подтверждающие стаж работы за годы войны, не сохранились. Не осталось и других подтверждающих справок. А из-за отсутствия стажа Марпуга получила только госпособие по возрасту в размере 11 тысяч тенге. С 2007 года она является получателем пособия по инвалидности. Вторая группа у нее. Естественно, у нас по законодательству право выбора два пособия получать нельзя, только одно пособие. Поэтому размер пособия по инвалидности выше, чем пособие по возрасту. Поэтому она с 2007 года получает пособие по инвалидности. Но сколько бы ни составляла пенсия, Марпуга Селтиткенова не в обиде. Жизнелюбие не теряет и мечтает побить рекорд самой старой женщины в мире. Официально он числится за японкой, прожившей 127 лет. Но в Карагандинской области в 2009 году скончалась женщина в возрасте 130 лет. А вот самое большое количество долгожителей приходится на теплые регионы страны. Первенство за Южным Казахстаном, далее Алматы и Алматинская область. В этих краях живет самое большое число людей в возрасте более 100 лет. Нина Шапой, Евгений Баярчук, Информбюро, Кустанай.